Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 96-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке виджет, который позволяет делать вот такие вот изображения. И при клике, например, на другую категорию, всплывают анимационно другие изображения. И это подтверждает вот этот вот индикатор, который указывает на ту или иную категорию. То есть вот видно, что эта стрелочка показывает, что вот в этой категории «Фото 2» находятся вот эти изображения. Ну, практически больше ничего сделать нельзя. Изображения у нас здесь не увеличиваются. Здесь только можно на каждое изображение повесить ссылку и разное описание под каждым изображением. Ну и, соответственно, все цвета настраиваются. И можно добавлять вот такие вот категории, неограниченное количество, и также дублировать. То есть целую галерею, также с категориями, сколько угодно. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Когда вы виджет загрузите в Muse, папочка, развернете ее, папочку виджета, и здесь будет два элемента. More категории и слайдер. То есть More категории – это добавить еще категории. Сначала мы это не трогаем. Сначала вытягиваем на холст вот этот элемент. По умолчанию он выглядит у нас вот так. И давайте настроим этот виджет. Первое слайд ID мы это не трогаем, чуть позже об этом поговорим. А Line Color, ну это у нас, вот эта линия черная, ее видно сейчас здесь на холсте. Если мы сейчас просмотрим в браузере, то мы с вами увидим как бы пустые места под изображением, а под ним синее описание Muse, черная полоса, черное название категории, и вот этот белый треугольничек, да. Этому всему сейчас будем менять цвет. Line Color, значит, я меняю на свой. Вот следующий цвет – это вот этот треугольничек, я меняю здесь на свой. Видно, да, он стал зеленый. Дальше, смотрите, вот эти все элементы относятся к фото. То есть Link Color, вот вы видите, там Muse с синим буквами написано. Значит, меняем на свой цвет. Link Hover Color, та же ссылка, какой сменить цвет при наведении. Мыши на данную ссылку, я делаю просто темнее. Size, размер этой ссылки я сделаю побольше. И текст с декорацией, вы уже это видели, да. То есть можно как-то подчеркнуть этот текст. Вот вы сейчас видите, вот он, Muse текст подчеркнутый стал у каждого изображения. И фонд, шрифт для всех этих элементов текста. Дальше, вот эти все опции, это опция отвечает за категорию. Категория, это у нас, обратите внимание, под стрелкой будет такой текст категории. То есть мы можем мышкой кликать по этой категории, и у нас будет категория сменяться. Сейчас у нас только одна категория. Еще одну категорию мы добавим. Значит, категорию Link также меняем цвет на свой. Здесь можете, в принципе, по дизайну также настроить, как и ссылки для фото. Так, этот элемент я, например, сделал зеленым. Также размер, сделаю категорию текста побольше 30, текст декорацион и шрифты для этого текста категории. Дальше, у нас есть с вами возможность загрузить до 4 изображений. Вот ниже опции все. И перед изображением, вот у нас категория Name. Как ее назвать? Я назову фото. Сейчас вы увидите, если вы еще не поняли, где это находится. И давайте добавим изображение. Я кликаю «Добавить файл» и добавляю изображение. Одно, второе, третье и четвертое. Добавили изображение. Смотрите, под изображением можно добавить title для этого изображения и ссылку на изображение. Для остальных здесь все то же самое. Это я уже не объясняю. И давайте посмотрим в браузере. Вот таким анимационным эффектом у нас появляется изображение. Вот фото категория, где находится. И у нас изображение. Все, пока больше ничего здесь нет. На изображении можно повесить ссылку, вы это помните. Теперь давайте добавим дополнительную категорию изображений. Переходим в библиотеку. Находим нашу папку с виджетом. И вытаскиваем на холст элемент виджета More Categories. Это вот такой вот элемент. Вы его видите, да? И зайдем в его настроечки. Здесь у нас ситуация какая. Можно назвать категорию по-своему как-то. Фото 2. Этот элемент можете в любом месте расположить, где-то рядышком, например, с вашей категорией. Она автоматически встанет там, где нужно. И здесь мы можем добавить до четырех изображений. И то есть вот таких элементов мы можем, в принципе, неограниченное количество вытянуть столько, сколько вам нужно. И также можно добавить изображение. Так, изображение я добавил. И также вы понимаете, да, что к каждому изображению можно прописать заголовок и ссылку на изображение повесить. Но я этого делать не буду. И вот смотрите, Slide ID. У вас должен быть здесь ID точно такой же, как и у основного элемента виджета. Здесь уже все прописано. Сейчас я вам покажу, что нужно делать, если вы хотите еще добавить, например, категорию. То есть смотрите, если мы сейчас посмотрим с вами в браузер, то вы видите, у нас вот здесь внизу подставляется новая категория. Я по ней кликаю и вот так вот выскакивает еще изображение. То есть таким образом вы можете вытаскивать элемент вот этот MoreCategories и добавлять сюда еще и еще, например, изображение. Но что сделать, если вы хотите вот эту всю конструкцию, чтобы она продублировалась, например, ниже? Все очень просто. Я сейчас продублирую вот это все дело. Значит, я выделяю основной элемент виджета и выделяю зажатым шифтом наш дополнительный MoreCategories. Виджет немножко растянулся здесь, поэтому вы можете вот за этот маркирочек вот так подубавить его. Это пустая область, она как бы нигде не сыграет. Сейчас виджет подгрузится вот таким образом. Значит, я выделяю виджет и выделяю вот этот элемент. И как обычно, смотрите, я зажимаю Alt и оттягиваю дополнительную категорию. И чтобы все заработало, нам нужно проделать два простых шага. Мы заходим сначала, например, виджет в наш сдублированный. И нам нужно сменить обязательно вот здесь ID. Можно просто подписать единицу к тому, что там было написано. И обязательно тот же самый ID нужно прописать вот в этой части дополнительной, да, MoreCategories, если вы ее добавляли. То есть если такой элемент есть, вы также здесь прописываете тот же самый ID. И в этом случае, только в этом случае у нас с вами будет все работать. Вот наш первый слайд. И вот второй слайд. Ну, уже изображение здесь вы поменяете с легкостью на другие. На этом я урок заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok